Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Говорим об увеличении осознанности. Практика повышения сознания. Потому что вот процессинг помогает человеку улучшить свое состояние. То есть о чем вообще все это? Когда у человека накапливается негативный заряд, он начинает чувствовать какие-то болезненные эмоции, ощущения. У него появляются психосоматические заболевания. То есть это психологический конфликт. Поэтому я рассказываю о том, как можно справиться с этими психологическими конфликтами. Большинство людей обращается именно с этим. Потому что когда что-то не клеится в жизни, у человека есть какое-то непонимание. То есть какой-то внутренний конфликт, который не дает ему реализовать это. И вот когда человек справляется с этим внутренним конфликтом, у него этот процесс начинает двигаться легко. Поэтому тут важно посмотреть, что идет не так. И когда это началось. То есть это могло начаться недавно или какое-то длительное время назад. И мы отправляемся в такое как бы как путешествие. Путешествие вглубь себя. И смотрим, с чем это свято. То есть когда произошел этот конфликт. И самое главное, мы двигаемся внутрь глубже и глубже и урегулируем его. То есть урегулируем то, что произошло с человеком. То есть произошло может быть какой-то травматический эпизод. То есть это могло быть какая-то физическая травма, либо психологическая, либо эмоциональная. То есть что-то произошло, после чего человек перестал чувствовать себя таким, как он чувствовал. То есть перестал чувствовать свою вот эту внутреннюю суть. И мы двигаемся глубже и глубже и рассматриваем это. То есть возвращаем целостность. Целостность это состояние, когда вы, ну скажем так, в гармонии с самим собой. И то есть когда вы в гармонии, соответственно, вы делаете те вещи, которые направлены на улучшение качества жизни, как для вас, так и для других людей. И таким образом происходит процесс переосознавания. То есть переосознавание это когда вы повышаете свою созность и рассматриваете то, что у вас накопилось в уме. То есть те вещи, которые, ну скажем так, мешают вам. И вот то, что мешает, соответственно, оно, ну скажем так, может влиять на вас. И чем больше таких вещей накоплено в человеке, да, то, соответственно, тем сложнее ему в жизни что-либо делать и преуспевать. Вот поэтому наша цель это убрать вот эти вот наслоения, все вот эти заряды, которые накопились. И мы делаем это путем осознавания. То есть смотрите, что происходит в жизни, да. Мы в основном часто накапливаем. То есть накапливаем то, что нам мешает. То есть мы не хотим, ну, осознавать какие-то вещи, и они наслаиваются одно на другое, на третье. И так это происходит такой, как снежный ком, да, то есть как капуста, можно сказать. Слой за слоем это все накапливается. И то есть в процессинке мы как бы эту капусту расчищаем, да, то есть снимаем верхний слой самый какой-то грубый, потом глубже, глубже. И то есть наша цель это дойти до сердцевины, да, то есть найти вот этот вот как бы качан, да, то есть откуда это все началось, и исследовать его, понять, что произошло, проработать это, и тогда состояние начнет улучшаться. Вот таким образом действуют процессы. То есть практика, она заключается в том, что я помогаю вам, как проводник, направляю ваше внимание. Конечно, это можно делать и самостоятельно, но зачастую человеку часто не хватает вот этого намерения, внимания, знания, технологии. Он куда-то уходит в сторону, начинает просто блуждать по своим мыслям, своему сознанию, ну, и, соответственно, состояние не улучшается. Поэтому очень важно, чтобы, ну, человек, который проводит, да, он обладал знанием и, соответственно, мог направить в правильное русло, то есть мог помочь, ну, скажем так, направить куда двигаться, как двигаться, да, ну, и, соответственно, пройти те вещи, которые человек не может пройти самостоятельно. Вот таким образом работает процесс. То есть это практика, которая помогает человеку увеличить уровень своей осознанности и уровень понимания того, что с ним происходит и как это происходит. И вот это действительно работает, потому что я познал это на опыте, да, то есть я уже занимаюсь практикой процессинга около 20 лет. И самое главное, то есть начинаешь с себя, то есть сначала улучшаешь свое состояние, потом обучаешься и помогаешь другим. То есть это уже потом идет как процесс помощи, да, то есть помогая другим, помогаешь себе и пространству в целом. Вот таким образом это все происходит. И то есть когда вы чувствуете, что вы, например, ну, где-то застряли, да, какая-то ситуация, не можете дальше продвинуться, да, то есть существуют как раз практики, которые помогают человеку двигаться дальше, то есть увеличивать осознанность и помогают ему понять в большей степени самого себя. То есть и это практики, они, ну, как бы все практики осознанности в какой-то степени помогают. Просто каждый человек выбирает то, что для него ближе, то, что дает ему больший результат. Ну, опять же, для того, чтобы, скажем так, получить результат, важно попробовать, да, то есть почувствовать, мое, не мое. И, соответственно, если это ваше, то продолжать. То есть практика работает в большей степени, когда это делается на ежедневной основе. Вот на ежедневной основе любая практика работает гораздо эффективнее, чем если это сделано только единоразово. Вот давайте посмотрим, как эта практика работает. Сейчас на примере сделаем небольшую сессию. Вот сядьте в удобном для вас месте, да, чтобы никто не отвлекал некоторое время, да. Настройтесь, создайте пространство для сессии, закройте глаза и почувствуйте себя в этом пространстве, свое тело в этом пространстве. Посмотрите, есть ли у вас какие-то негативные мысли или конфликты какие-то внутренние, что-то, что мешает вам, да, какие-то, может быть, неприятные эмоции. И посмотрите, то есть не, скажем так, отстраняясь, а наоборот, соприкоснувшись с этим, посмотрите, откуда это приходит. Вот, то есть в какой-то случае, возможно, картинка вам придет, какое-то ощущение. И двигайтесь глубже, глубже, то есть посмотрите, что это, откуда это, перепроживите это. То есть перепроживите и почувствуйте, что это, откуда это идет. Вот, да, то есть чтобы прошел процесс трансформации. То есть это можно сделать не один раз, несколько раз, да, пока вы не почувствуете, что произошло облегчение. Вот, когда вы почувствовали облегчение, соответственно, у вас появляется больше осознанности. Вот, то есть вы действуете, перепроживаете, пока не почувствуете, что заряд ушел, и там больше ничего нет. Может понадобиться еще другие случаи посмотреть, связанные с этой темой. То есть если вы, если, например, там почувствовали страх, да, то вы дальше продолжаете рассматривать случаи с этим же страхом, да, то есть, возможно, более ранний подобный случай. Так вы двигаетесь, двигаетесь, да, пока не почувствуете, что тут больше ничего нет, то есть что наступило облегчение, да, то есть облегчение, когда вы почувствовали, что заряд ушел, Состояние улучшилось И вы чувствуете себя гораздо лучше, эффективнее Что у вас, скажем так, состояние гармонизировалось И вы почувствовали облегчение И вот этот заряд ушел Вот на этом вы можете тогда завершить сессию И опять же наполните пространство любовью Чтобы оно, скажем так, не было пустым То есть вы завершили, убрали что-то и наполнили любовью Вот таким образом происходит процесс исцеления Вот, если появляются какие-то вопросы, что-то не получается Вы можете всегда, ну, написать их в комментариях Или мне в личные сообщения Мои контакты указаны будут под этим видео То есть вы можете задать любой вопрос, да То есть я открыт к общению Вот, добавляйтесь в друзья в соцсетях И пишите, то есть чтобы вам было удобнее, да Чтобы можно было, ну, скажем так, ответить на вопросы, да Также можем записаться ко мне на бесплатную консультацию Где я отвечу на ваши вопросы Расскажу подробнее о процессинге, да Для этого просто напишите мне в личные сообщения или в вайбере Как вам удобнее, и мы договоримся о времени Вот, также я провожу обучение в процессинге То есть вы можете научиться, как это правильно делать Как для себя, так и для других людей, да То есть это можно делать соло самостоятельно Либо объединившись с другим человеком в паре Вот, таким образом это все происходит Также есть обучение Курс преодоления подъемов и спада в жизни Достоинства целостных личностей Где можно обучиться тому, как справляться с подавлением С американскими горками вот эти спады и подъемы преодолевать И получить состояние целостности, осознанности, да То есть убрать из жизни проступки, утаивания И стать целостным, осознанным человеком Вот, таким образом это все работает И, конечно же, обучение тоже помогает Потому что вы начинаете, ну, скажем так, очистили Какие-то негативные, да, суждения убрали Далее вы можете обучиться тому, как правильно действовать в жизни Вот таким образом это происходит И вы можете лучше понять себя и жизнь То есть лучше понять взаимодействие с жизнью Вот, и провожу программу очищения Которая позволяет человеку убрать токсины из организма То есть те, которые мешают ему И, соответственно, улучшить свое состояние То есть чтобы вы чувствовали себя хорошо И чтобы у вас не было каких-то, ну, скажем так, вещей Которые влияют на вас, то есть мешают, отвлекают Вот, то есть убираем алкоголь, лекарства, наркотики, радиацию Все это выводится из организма Вот, программа в основном проходит в бане То есть вы бегаете, пьете витамины И в сауне выпариваете То есть, ну, скажем так, все токсины выходят вместе с потом Вот, ну, вот, пожалуй, вот это все Если видео понравилось, конечно, ставьте нравится Подписывайтесь на мой канал Добавляйте в друзья в соцсетях Включите колокольчик для напоминания о новых видео Которые выходят на моем канале ежедневно Вот, ну, и также, конечно, буду рад видеть вас в друзьях Вот, сейчас на экране появится еще парочка видео Можете посмотреть их Это о том, как изменить судьбу Практика процессинга счастья Вот, а там более подробно показана демо-сессия Можете, опять же, применить ее к себе самостоятельно И подписка на мой канал, мой сайт Тоже заходите в гости Вот, и буду рад вас видеть Напомню, меня зовут Шевченко Александр Это канал Академии Счастья Вот, и я вам желаю гармонии, счастья Увидимся с вами скоро в следующем видео До встречи, друзья Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!